здравствуйте друзья добрый вечер поделиться хотел из опыта использование чат g5 я так поигрался в общем и приноробился и любой урок который я веду там вдруг какой-то вопрос о том о сем я сразу трасс чат g5 посмотрели а как там ну и поскольку вы знаете я сейчас новые курсы для себя веду там по поиску работы в сша такой комплексный и вот значит какие-то вопросы мне тоже надо посмотреть там думают а что там говорят как интересно даже без того чтобы там сначала студентам показать вообще чтобы студентам показать неплохо саму сначала гляну тоже и вот значит какую интересную я заметил хохмачку когда мы разбираем вопросы и ответы на интервью как лучше ответить вот на такой вопрос такой вопрос то все известны более-менее особенно когда ты в одной и той же профессии когда ты примерно в одной и той же нише рынка да то есть ну скажем начинающие продолжающие матерые там это даже тебя есть одна ниша вот в этой нише вот такой интерес но вот ну ну ты не уйдешь никуда-то все известно все вопросы известны но надо же студентам дать ответ хороший да и у меня за много лет выработалось некоторое понимание того как это надо лучше делать если а как вот так как этот чат g5 то но я понимаю в него закачано очень много информации из разных баз данных там все понятно ну и а обычно я когда вот студентам горе вот этого делать нельзя да вот так не делайте и иду в чат g5 говорю как сделать вот это и они вот это вот мне выдают что вот делать надо вот так как я студентам говорю вот этого делать нельзя но я вам для примеров чего-то расскажу например есть много вопросов близких по смыслу, когда вот там, расскажите о себе, почему мы должны взять именно вас, там, такого плана. И ты должен как бы себя продавать, что ты вот это, и вот это, и вот это, какой ты хороший. И есть там фраза одна, которую, я говорю, нельзя говорить. И говорят ее сплошь и рядом. Я почему специально говорю нельзя, потому что, когда я даю всякие тесты, и, ну, на 10 человек, 8, например, эту фразу говорят. Поэтому я уже в курс включил, чтобы не говорили. И фраза эта звучит так, что моя квалификация идеально подходит под вашу job description. Мать честная. Да, ну я ему говорю, ребята, вы поймите правильно, вы просто не представляете, как сочиняется этот job description. Job description пишется, ну, практически от болды. я просто видел, как это происходит. У меня челюсть отпадала. Да, значит, они нанимают сегодня абсолютно не то, что написано в этой job description. Ну, так, может быть, там, знаете, легкий такой, такой аромат присутствует, но не больше. И, когда вы говорите, моя квалификация соответствует вашему job description, это, в общем-то, значит, что я никакого отношения к вашей позиции это не имею, потому что ваш job description это совершенно не то. Но тут есть еще один момент. Люди, которые ведут с вами разговор, они, может быть, и не читали даже этот job description. И уж, во всяком случае, это не они его написали. И ничего такого в мыслях не имели. И между нами, вот, когда берут человека, да, на работу, есть всего две вещи, которые от него хотят. Это от него хотят, первое, чтобы он был адекватным и делал свою работу, чтобы был в состоянии сделать свою работу. Ну, и чтобы человек приятный. Вот, собственно, и все. Ничего больше от него не требуется. Адекватный, приятный, компетентный человек, который в состоянии выполнять свою работу. Вот, собственно, и все. Ну, конечно, если есть выбор, да, всегда же есть выбор, ну, не всегда, но зачастую есть выбор. Ну, да, вот это не значит, что когда есть выбор, возьмут того, у кого больше навыков. Навыков должно быть достаточно, их не должно быть вдвое, втрое и вчетверо, ну, абсолютно. И вот, и вот они, когда я в чат GPT иду, и вот там начинаю, значит, смотреть, какие ответы там предлагают. Вот там всюду, начинает всюду говорить, что вот у меня такая квалификация, я, значит, рассчитываю, я надеюсь, я уверен, что вот это вот прямо то, что вот вы хотите, там, и так далее. Один пример, я, просто, много. Вы можете сказать, а что, а что такое плохое сказал, что если у меня такая квалификация? Нет, нет, ты не сказал плохое, но ты находишься в конкурентной ситуации, да, то есть вот представьте себе, что ты не один. Вот вас, допустим, три человека на эту позицию, или, так скажем, вас пятеро, а позиции две. Значит, у вас конкурс, там, два-три человека на место. И вы хотите быть сильнее, быть лучше, вы хотите обойти вот эту толпу, вы хотите вырваться из нее, поэтому вы должны быть точнее. Ответ, который неплохой, кардинально отличается по эффективности от ответа, который лучше всех. Понимаете, мало быть неплохим, надо вырваться из толпы, понимаете? Это когда, вот, допустим, за тобой гонится лев, а ты стадо, там, антилоп. Достаточно не быть последней. Вот у кого там ножка хромая, ее сожрали. Достаточно не быть последним. Это когда ты удираешь. А когда ты рвешься куда-то, и когда стадо бежит, понимаете, а грудью своей ленточку пересечет только первый, вот очень важно быть первым, понимаете? То есть, все-таки разная задача, чтобы тебя не сожрали, или чтобы первым прийти. Две совершенно разные задачи. И, в общем, вот так вот я к чему рассказываю, что не знаю, где они это набирают, из каких баз данных они это качают, но есть вещи, которые просто не выдерживают, как бы, критического, такого, простым, здравым смыслом осмысления. Но откуда человек, который пришел, может знать, что у него навыков, вот прямо, что он мечта, там, идеал и так далее? Откуда тебе знать? Ну, правда, что за наглость такая? Хорошая ты, хорошо ли ты соответствуешь, или плохо ты соответствуешь? Решают те люди, которые с тобой разговаривают. А ты вот так, просто, как бы, старайся понравиться. Я уже не говоря о том, что... Вот представьте себе, что пришли три человека. И с точки зрения, там, скажем, навыков, которые у них есть, они все три замечательно соответствуют. Ну, вот прям, любого бери, и он может делать эту работу. Но возьмут-то одного. А как его выберут из трех? Вот вы спросите себя, как выбрать одного из троих, если все трое годятся? Значит, вступают в силу какие-то другие факторы. Кроме того, что он годится, что-то еще должно быть. Правильно? Значит, он должен как-то еще понравиться в человеческом плане. Вот то, что называется soft skills, да? Кроме того, что он знает предмет и может выполнять работу, есть еще soft skills. Приятный в общении, улыбчивый, позитивный, там, еще какой-то, понимаете? Вот взял, понравился. Поэтому, да, заставил задуматься, спросил чего-то, заставил задуматься. Говорит, да, говорит, смотри, чувак, нетривиальный, такие вопросы задает. Понимаете? Или там, смотри, вот он рассказал что-то и глупостей не говорил. Потому что разговор о том, что вы, там, считаете, что вы соответствуете, но это не вы решаете. Это же не вы решаете, соответствуете вы или нет. То есть, надо же так, сейчас он будет решать. Понимаете? Так что, вот вам и чат GPT, хотел я вам сказать. Искусственный интеллект, дело хорошее. А свой собственный, друзья, тоже списывать рано. Вот что я хотел сказать. Приходите, у меня курс. Завтра четвертый урок, кстати. Вот завтра четвертый урок, завтра будем разговаривать про, как с рекрутерами разговаривать. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...